Приветствую вас! С вами Наталья. Сегодня 27 октября и я хочу поговорить о том, как я замораживаю ягоды на зиму. Ну, как видите, у меня ягоды заморожены в емкостях. Специальные емкости для морозильной камеры. Это у меня литровая емкость и здесь у меня находится малинка. Дальше у меня пол-литровая емкость и здесь у меня находится смородина со смородиновым вареньем. Как это сделать, у меня есть специальное видео. Я считаю, что заморозка ягод или фрукта вот в таких емкостях имеет свои преимущества. Есть, конечно, один недостаток. Эти емкости занимают много места в морозильной камере. Ну, теперь давайте посчитаем плюсы. Ну, во-первых, это порционность. Вы можете заморозить 1 литр, можете заморозить пол-литра. Вот, например, я вчера разморозила 1 лоток с малиной. Вот тут уже малина у меня мягкая. Мы ее будем кушать на завтрак. Я добавлю сюда мед, можно добавить сахар. И это прекрасное дополнение к завтраку. Малина немножко осела, выделила сок, но так и должно быть. Второе преимущество. Ягода сохраняет свою форму. Вот, смотрите. Этот лоток я только открыла. Вся ягода заморожена. Но, видите, она вся целая, не деформированная. И опять же, ее можно взять столько, сколько нужно, отложить в тарелочку и позавтракать или поужинать. А остальное оставить на следующий раз. То есть, второе преимущество, это то, что ягода не деформируется, не слипается и хорошо отделяется друг от друга. Самый главный плюс, который, я считаю, присутствует при этой заморозке, это то, что ягоды не пропитываются никакими посторонними запахами из морозильной камеры. Ведь мы часто замораживаем и мясо, и рыбу, и овощи, и фрукты. Все это замораживаем в морозильной камере. И присутствует часто такой общий запах, которым пропитываются наши фрукты. В нашем случае ягоды находятся под герметичной крышкой. Никакие посторонние запахи сюда не проникают. И вот, например, я разморозила малинку, сегодня пробовала. Ну, практически вкус свежей малины. Никаких посторонних запахов и привкусов не присутствует. Это третий очень большой плюс. Поэтому я рекомендую всем использовать вот такие емкости для заморозки в морозильной камере. Думаю, что все плюсы, которые я перечислила, могут перечеркнуть один минус. То, что емкости занимают определенное место. Мне кажется, лучше сделать меньше продукта, но качественнее. С вами была Наталья. Надеюсь, такой вариант заморозки продуктов используют многие. Но кто еще не использует, я вам очень рекомендую. Продолжение следует...